Привет, зритель! Если ты включил это видео, значит тебя волнует вопрос, а что лучше, Honor 8 или Nova? Ну, для начала советую тебе посмотреть мои обзоры на эти два устройства. Сейчас справа сверху включится буковка I, и ты сможешь, нажав, посмотреть обзор нового или Honor 8. Ну, а если тебе лень, или ты уже смотрел обзоры у других трю-обзорщиков, этих ваших как I, как просто, которые сравнивают камеру Honor 8, наверное, с iPhone 7 Plus и говорят, что она ни о чем, то давайте же сравним два этих аппарата. Я буду называть плюсы одного смартфона перед другим, естественно, на мой взгляд. А ты, если не согласен или даже не согласна, то спускаешь 7 немного ниже и пишешь в комментариях, что тебе не понравилось. Ну, стартуем. По порядку. Начну с дизайна. Дизайн восьмерки очень интересный. И да, он выглядит дороже, чем у новой, но дизайн последнего практичнее. Его не придется чистить шапкой, которую вам дала мама, чтобы ваши уши не замерзли зимой, каждый раз после того, как вы достали его из кармана. Ну, всему свое время, а пока выигрывает Honor 8. За дизайн плюс в копилку Honor 8. Производительность обоих смартфонов примерно равна, хотя процессора и разные. Но у Honor 8 чуть больше тактовая частота процессора. 8 ядер с 2,3 ГГц против 2 у новой. Тут балл также достается восьмерке. В игры играть довольно комфортно на обоих аппаратах. То есть я не могу однозначно сказать, что какой-то из этих смартфонов явно лучше другого, например, в танках. Нет. Разница незначительна. Но на пару FPS вырвется все-таки Honor 8. Хотя, камон, это просто цифры. Но все же. Производительность за Honor 8. Автономность. Очень важный аспект в наше время. И, пожалуй, в смартфонах вообще. И поэтому я должен обязательно сказать о том, что емкость аккумулятора всего на 20 мАч больше у новой. Но знаете, что удивительно? Это, черт возьми, чувствуется. То есть это те 20 мАч, которые, возможно, даже в экстренной ситуации спасут жизнь, если нужно будет позвонить, например, в скорую. Ну или зайти на YouTube и подбросить хейта какому-нибудь из блогеров. В общем, тут однозначно плюс за новой. Экран у обоих смартфонов очень достойный. Но у Honor он больше. 5,2 дюйма против 5 у новой. Но размер экрана это палка двух концов в данном случае. Потому что у новой такое же разрешение, а экран меньше. Соответственно, плотность пикселей значительно больше. Тут балл получают оба смартфона. По оперативной памяти, пожалуй, также отдам предпочтение восьмерке. Так как здесь 4 гигабайта против 3 у новой. Что очень и очень хорошо. Камеры. Вот оно. Вот оно. То, что очень сложно выбрать в данном случае. Что же нужно? Два объектива или крутой софт вытащит и один объектив. И знаете что? Вот давайте сейчас поставьте лайк. Так. Поставил? Два объектива абсолютно маркетинговая фича. Почему? Ну, например, можно пойти скачать Google камеру и включить там размытие, делать то же самое. Дольше. Согласен. Но ради этого ставить второй объектив очень спорно. Я уже говорил в своих обзорах каждого из этих смартфонов, что камера очень хорошая. Но мы же сравниваем два телефона лоб в лоб, верно? У новой. Есть. У Хонора нет. Непрерывный автофокус в видео. Ручные настройки экспозиции. Фазовый автофокус. Ручной баланс белого. И повторюсь, фото будет очень крутыми и там и там. Но пространство для маневра с завода, так скажем, больше у новой. И, ребята, это, конечно же, мое личное мнение. Не стоит кричать, мол, ааа, да ты что такое говоришь, это все неправда. Или кричать, брызгая слюной на клавиатуру, что-то в духе, хыыы, вот идиот. У меня Xiaomi купленный за 12 тысяч рублей и там все то же самое есть. А то, что прошивка глючит и то, что Xiaomi меня бросила через несколько месяцев, не страшно. Ведь есть ФОП ДА и можно купить валерьянки и замутить цианаген. Ну вы поняли. У каждого свои предпочтения. Кто-то любит таких, кто-то любит всяких, а кто-то любит сидеть сутками на форумах и ставить прошивки одну за другой. Если смотреть сухо на баллы, то вы видите, кто выиграл. Если смотреть с точки зрения покупки, одного или второго, я, конечно же, отдам голос за нового. Из этих двух смартфонов, пожалуй, это лучший выбор, на мой взгляд. Что приобретать вам, конечно же, решать только вам. Где и как купить один из этих смартфонов, можно найти по ссылочке в описании. Да, вы скажете, можно купить на Алиэкспресс, немножечко дешевле. Но разница в моделях есть. И, конечно же, вы не получите гарантию, которую вы получаете, соответственно, покупая в российском представительстве компании Huawei. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно оставайтесь на канале, дабы не пропустить новые видео. Обязательно подписывайтесь, если еще этого не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте и следите за нами в Инстаграм. Все ссылочки, как всегда, в описании. Ну и, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru. Совсем скоро увидимся. С наступающим. Пока.